В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно раз в месяц мы встречаемся с депутатом городской думы Петром Смирновым и обсуждаем самое заметное событие города. Петр, привет! Здравствуй, Лида! Давай поговорим о визите депутатов законодательного собрания в наш город. Они приехали с выездным заседанием Комитета по экономике. Я знаю, что ты как депутат был на этом заседании. О чем говорили? Как отразится это заседание на нашем городе? Что было интересного? Ты знаешь, это вообще само по себе мероприятие. Оно меня немножко удивило, смутило и немножко даже как-то обрадовало. Потому что законодательное собрание... Да, у нас есть два депутата законодательного собрания от города. И вроде как бы мы там представлены, наши интересы там блюдут и все остальное. Но когда приезжает целый комитет, особенно по экономике и развитию социальному, с вопросом социально-экономического развития Большого Сарова, это такое достаточно большое внимание, да, со стороны ЗАГС Собрания. Надо сказать, что это не только комитет, но приезжал и Четинин Ольга Владимировна в статусе исполняющего обязанности председателя сейчас, да. То есть достаточно представительное было собрание. И хорошо, что на этот комитет, по сути, это выездной комитет законодательного собрания, это официальное мероприятие законодательного собрания, позвали депутатов городской думы. И жителей города, я знаю, там тоже были. Да, в том числе, так как это открытое мероприятие, там были жители города, предприниматели, да, каждый, ну, кто хотел высказаться, тот высказался уже после, да, там, заслушивания докладов и тому подобное. Ну да, действительно, их визит состоял из двух частей, это, соответственно, визит в технопарк. Ну, вообще все почему? Потому что город поменял свои границы, да, и комитет по экономике, он как бы должен следить, по идее, да, и понимать, как развивается экономика области, и в том числе экономика вот этих территорий, которые, с одной стороны, были изъяты из Дивеевского района, присоединены к Сарову, и какие у нас планы на эти территории, да, и как эти планы соответствуют с их видениями, не только видениями, но и законами и программами социально-экономического развития области. Вот, соответственно, был доклад, ну, на той части, где я присутствовал, да, она проходила в администрации города, был доклад главы города именно с презентацией инфраструктурно-сервисного подхода и Сарова, как одной из пилотных территорий в Российской Федерации, да, по реализации этого подхода развития городов. И доклад Антона Сергеевича Ульянова, председателя Думы, да, вот что такое Большой Саров и вообще, чем мы, так сказать, здесь в большом счету занимаемся. Какова экономика города, да, и почему вот наши территории, они должны быть такими. Интересно было? Ну, ты знаешь, вот эта новая тема, инфраструктурно-сервисная модель развития городского пространства. Что она включает? Звучит очень абстрактно. Звучит очень абстрактно, и глава города и сам говорит, понимаете, понятийный даже аппарат не до конца еще выработан и всем понятен. То есть это некое новое видение, это агентство стратегических инициатив, соответственно, да, разрабатывает, это федеральная структура, и в том числе госкорпорация Росатом заинтересована в этом. Вопрос в том, кто наши жители города, какой инфраструктурой они пользуются, как что им хватает, что не хватает, да, банально там, ну, вот пример я сейчас приведу, но и какие сервисы им нужны, исходя из той инфраструктуры, которая есть. То есть инфраструктура это здания, дороги, сооружения, вот все-все-все, да, то есть все, что можно построить, создать и, ну, условно говоря, сделать, да. А сервисы это то, чем человек пользуется каждый день, то есть там банально прихмахерская, это сервис, сервис, школа, сервис, сервис, театр, это тоже сервис. Бассейн. Да, спорт, место для прогулок, это тоже, по сути, сервис, да. И вот разговор идет о том, что, что нам не хватает с точки зрения привлекательности этой территории, да, а я вот когда в своем... Но об этом говорится уже давно, что Саров должен стать привлекательным для молодых специалистов, чтобы они хотели ехать сюда и жить здесь. И не только, и не только. Понимаешь, подход вообще по идее уже немножко скорректируется. Не только вот желание молодых людей сюда приехать, да, выбирая между Москвой, Питером, Нижним Новгородом и Саровым, да, вот. То есть как-то выбор должен пасть на Саров. Но в том числе, если ученый, да, высококвалифицированный человек отвлекается на различные задачи, так сказать, бытовые, да, то он не дорабатывает, условно говоря, у себя. Ну, в том смысле, его голова занята несколько другим, чем нежели думать на той задаче, которую он должен думать. Как это в практической плоскости отразится? Потому что о том, что город, он должен развиваться инфраструктурно и быть привлекательным, я повторюсь, об этом говорится очень давно. Ну, то есть это прямо очевидные какие-то вещи. И вот здесь снова мы возвращаемся к этой теме, в теории, да, вот с этим инфраструктурно-сервисным подходом. Как на практике это будет реализовано? Хорошо, вопрос никто не знает, потому что... И когда? Вот смотри, давай так. Сейчас идет анализ. То есть администрация вместе с Росатомом, с ВНИЕФом, структурами, да, РФС ВНИЕФ, которые ответственны за, в том числе, взаимодействие с территорией, они ведут анализ все-таки, что мы... Ну, банально, да, вещь, там, нужен оперный театр. Вот, есть у нас, соответственно... Ког нам нужен? Это понятно, само собой. Но, вот, например, там, тысячи человек в городе, да, вот, любят оперу и готовы в нее ходить. Ну, нам же не построят здесь оперный театр. Ну, конечно, потому что даже специфика нашего драматического театра в том, что они какое-то невероятное количество спектаклей ставят ежегодно. Как раз из-за того, что жителей немного, город закрыт, и эти спектакли нужно постоянно обновлять. Ни один театр на Большой Земле столько премьер в сезон не делает. Вот. А оперный театр, это они должны еще быстрее обновляться будут. Вот. И получается, смотри, то есть, да, ты не можешь там поставить одну оперу за сезон, да, и каждый выходной ее крутить. Ну, нужно, да, 8-10 опер. Поэтому разговор, нет, нецелесообразно с одной стороны староить или создавать отдельную сцену под именно оперу. Да. Но разговор идет о том, что давайте сделаем так, чтобы человек, которому нужна опера, в течение двух часов из Сарова мог добраться до той точки, где этот оперный театр существует. Вопрос сроков. Вот сейчас они анализируют, я так понимаю, и будет итогом какой-то анализ представлен. А горожане будут вовлечены в этот анализ? Мне кажется, это те люди, которые пользуются инфраструктурой и сервисом, и надо спрашивать в первую очередь у них. Ну, мне так кажется. Вот хороший вопрос. Как раз на прошлой неделе прошло такое, можно сказать, даже не совещание, будем говорить, да, а проектный семинар, будем говорить так, да, в том числе там с участием, ну, порядка 50 человек из разных сфер жизни города на трех секциях, которые вот именно обсуждали проблематику. Проблематику, да. То есть это вот такой срез поиска проблем и, возможно, их, так сказать, структурирование, анализирование, да, и в дальнейшем уже как план, подготовка плана, да, что же все-таки нам нужно, где мы будем закрываться своими силами, что нам нужно построить заново, где мы можем соседние территории привлечь к этому. Вот, собственно говоря, пока это все вот на старте, то есть стартанул это месяц назад банально, да, и понятно, что вот через за месяц никто не скажет, какой план, как скоро это все реализуется и так далее и тому подобное. Ну, и того блока, которого не было, то, на что я, в принципе, указал и обратил внимание комитета, это блок предпринимательства, потому что можно сколько угодно говорить о вложении средств государственных, бюджетных, но все-таки многие сервисы создают... Предприниматели. Создают бизнес, да, создают предприниматели. И вопрос, какая им инфраструктура нужна, да, и как нужно развивать отношения с бизнесом, какую поддержку им оказывать, чтобы эти сервисы создавались и не уходили. Вот. Вот этого блока, мне кажется, немножко не хватает, и его надо было бы дополнить. Продолжая тему привлекательности города, не могу не затронуть тему реновации, потому что стоимость квадратного метра в Сарове, она пугает, ну, это действительно так. Ну, это да. И новое жилье, возможно, как-то бы повлияло на эту ситуацию. На каком этапе сейчас все это? Потому что реновация, да, она запланирована, и она как бы должна бы как-то реализовываться. Но что-то не реализуется. Да, стоимость жилья – это как раз один из тех аспектов, да, качества жизни в городе. Ну, непосредственно само качество жилья, да, качество строительства. С другой стороны, его стоимость. И, ну, мы знаем все, да, там, с 19-го года у нас нет строительства квартирных жилых домов, и это я уже не один раз говорил. И, собственно говоря, отсутствие предложения серьезно влияет на… при постоянном спросе. Ну, то есть спрос на жилье никуда не делся. Сильно влияет на цену. То есть экономисты, те, кто знают там закон спроса предложений, банально посмотрите, это очевидная вещь, да, что цена выросла из-за того, что нет предложения. Я поспрашивал, так сказать, своих коллег, попытался у них выяснить ситуацию, потому что, на самом деле, много кто о чем говорит, в том числе глава города на пресс-конференции, да, не раскрывая деталей, рассуждает на тему реновации. Хотя детали здесь очень важны, с моей точки зрения. Все встало, как я, в принципе, и предполагал, на утверждение проекта планировки территории. То есть для понимания, это самый начальный этап, когда, получая условно земельный участок под застройку, инвестор, застройщик, этот в договоре прописан, он обязан представить проект планировки территории. Это не проект строительства зданий непосредственно, домов, да, это только проект планировки, то есть где будут проезды, как будут размещены дома, где будет там какая-то инфраструктура, например, благоустройство касательно, да, там. Парковочные места, то есть это вот такой план на плоскости, да, соответственно, с расчетами, с нормативами, с требованиями по этажностям, по площади застройки, по пятну, ну, то есть все-все-все касается технических регламентов, городостроительных нормативов и так далее. Все это архитекторы ведут все эти расчеты. И вот уже прошла вторая итерация. То есть уже дважды застройщик получил отказ. Почему? Как это аргументируется? По согласованию проекта планировки. Я деталей не знаю, вот, но есть, ну, как деталь, то есть я документы не читал непосредственно, да, вот, чтобы отказать сформулировано. Но я так, как мне объяснили, что первый раз все замечания либо были учтены, либо они должны были быть учтены на этапе проектирования зданий. То есть, ну, есть замечания, которые можно учесть только при проектировании непосредственно самого здания. То есть, обещания участия, да. Соответственно, те замечания, которые в первый раз были даны, они были учтены в корректировке. Ну, то есть, корректированный проект вновь был отправлен, и были получены новые замечания. Понимаешь, и эти замечания выдает администрация города, да. Да, и понятно, что когда глава города рассуждает над тем, что есть там вопросы с документами, их нужно дорабатывать и так далее, но, понимаете, идет время. Но разве администрация не заинтересована в этой реновации, мне кажется? Это хороший вопрос. Учитывая, что у нас в прошлом году вообще не сдавались, да, квадратные метры жилые? Это очень хороший вопрос. По идее, администрация должна быть максимально заинтересована в максимально быстром реализации этого проекта. Но вот уже сейчас потрачено на эту реновацию 30 миллионов рублей. Бюджетные деньги или инвесторские? Нет. Инвестор заплатил их в бюджет. Вдумайтесь. То есть, вы еще не начали строить, у вас еще нет ни одного документа, на основании которого надо строить. Но вы уже потратили 30 миллионов рублей. В городской бюджет, на минуточку. Эти деньги пошли как налоги в городской бюджет и были потрачены городским бюджетом. Соответственно, возможно, что все это может очень плохо кончиться. Ну, как бы, в целом, для проекта. Как-то мы с тобой уже обсуждали ситуацию с наружной рекламой в городе. И к августу должно было проясниться с демонтажом, с решением по фирме, которая не провела демонтаж. Какие-то есть подвижки, решения в этой истории? Мы с вами обсуждали, да, что выиграла конкурс на аукцион на демонтаж рекламных конструкций ООО «Мартин». Учредителем этого ООО «Мартин» является бывший депутат городской думы Сергей Владиславович Кугукин, который тесно связан с фирмой «Два Якс», которая, собственно говоря, и владеет этими рекламными конструкциями. И на прошлой, по-моему, неделе или позапрошлой ФАС, Федеральная антимонопольная служба, признала ООО «Мартин» добросовестным поставщиком. Потому что рекламу они не демонтировали. Да, они не демонтировали, то есть не выполнили договор в установленной сроке. И те аргументы, которые ООО «Мартин» приводило в обосновании своей позиции, почему они не смогли этого сделать, в ФАС им не были восприняты. И по жалобе администрации их внесли в перечень недобросовестных поставщиков. Но это ничего страшного для них. Потому что понятно, что они не собирались ничего сносить. Они не собирались демонтировать рекламные конструкции. Специально подставили, условно говоря, некую нулевую фирму. Единственное, что это может быть для репутации самого Кугукина Сергея. Ну, такая история. Это очевидный сговор был. Сговор с владельцем рекламных конструкций. Специально играли на понижение с полумиллиона до 72 тысяч, когда уже никто не захотел за эти деньги участвовать дальше. Специально затянули время, специально не демонтировали. Ну, и фиг с ним, как говорится, ФАС внес в черный список. Они все равно этой фирмой участвовать нигде не собираются. Но сейчас, наверное, должен новый какой-то конкурс быть объявлен на демонтаж? Я, честно говоря, дальше не следил. И, насколько я знаю, администрация собиралась у единственного поставщика этот заказ размещать. Я надеюсь, что они это сделали. То есть, ну, так или иначе, да, в преддверии нового аукциона рекламные конструкции должны быть демонтированы, чтобы продавать пустые места. А когда у нас новый аукцион? А вот когда демонтируют. То есть, если не демонтируют, то аукцион не состоится? Ну, вот представь себе, давай представим себе ситуацию. То есть, администрация сейчас, например, объявляет аукцион. То есть, не как конкурс, как в прошлый раз был, да, где там 100% социальной рекламы было предложено, а вот прямо аукцион. То есть, у кого больше, кто больше даст денег, да, тот и победитель. Со всеми требованиями закона. Я еще раз повторяю, требованиями закона и требованиями нормативной документации. То есть, тут не надо говорить, что там придут жирные коты и все скупят. Да, придут жирные коты, но они обязаны выполнять ту нормативную базу, которая у нас существует. Объявляет аукцион. Приходит кто-то, выигрывает не фирма, владеющая рекламными конструкциями, да, два Аякса и ударник. Они приходят к кому? Ну, к двумаяксам и ударникам, убирайте свое хозяйство, или давайте мы у вас его купим, или как? Ну, то есть, места заняты, там стоит чужое имущество. Соответственно, администрация уже дважды им направляла уведомление о демонтаже, они его не выполнили. Договор закончен, все, убирайте. У администрации есть право самостоятельно демонтировать. Они этим правом и пользуются, пытаются, так сказать, объявить конкурс, да, приходят, опять же, связанные с этими рекламными агентствами предприятия, и, ну, по сути, опрокидают... Какой незамкнутый круг просто? Нет, на самом деле нет, незамкнутый круг просто где-то... Где выход, как вырваться-то из него? Волевое решение нужно, но это, опять же, вопрос волевого решения, там, главы, органов местного самоуправления, да, вот если они его примут, и я надеюсь, что примут, то, конечно, демонтируют. Это не проблема, на самом деле. Договор закончен, то есть администрация сейчас не получает, городской бюджет не получает никаких денег с этих рекламных конструкций. Более того, рекламные вот эти вот компании, они получают деньги. Ну, естественно, реклама же висит, потому что там не бесплатно находится. Более того, она постоянно обновляется. Я надеюсь, наши зрители не слепые и видят наружную рекламу у нас более. Средство кривых зеркал какое-то, вот честное слово. Ну, 15-й год или 16-й, когда это все... Понятно, что да, мы теряем, но тем не менее, давайте поставим всех в равные условия. Да, не тогда у кого-то там стоит имущество, да, и он в том числе тоже участвует в этом аукционе, а если он проиграет, то как он будет выкручивать руки новому победителю, да? Будет ли он демонтировать или будет их втридорого продавать этот хлам? Ну, банально, хлам, потому что он уже лет 15 стоит там. То есть их надо менять. Эти конструкции надо менять на современные, на новые, и в том числе медиаэкраны нужны. И то, о чем говорит Леонид Борисович Бородуллин, говоря, что мы в схему внесем медиаэкраны. То есть вот 3-4 места точно будут для экранов, потому что порой требуется оперативно обновить информацию на билборде. Не перепечатать пленку и переповесить ее, да, а чтобы понажать кнопки, у тебя сразу уже вся информация была на экране. Мы с депутатами следим за этой ситуацией, да, в том числе комитетом отправляли в главе города запрос с требованием обратиться в правоохранительные органы. Обращались в правоохранительные органы? Да. Администрация обратилась в правоохранительные органы, в МВД конкретно, да, этим занимается полиция. С требованием разобраться, почему в отсутствии разрешения на рекламные конструкции реклама продолжает размещаться. И что выяснила полиция? Полиция опросила, я так краем уха слышал, что они отказали в возбуждении дела, потому что Артем Мочилов, собственно говоря, учредитель ООО «Два Аякса», да, группы компаний «Два Аякса», сказал, что это не он. А кто? То есть самопроизвольное обновление рекламы. С любой желающим может напечатать баннер и прийти разместить на этих счетах то, что он хочет. Да, но вы чуть-чуть глубже, просто вот пальчиком ковырните, не надо копать, там просто надо чуть-чуть ковырнуть. А они верят на слово Артема Мочилова и говорят, что вот это не он, а значит, мы не знаем, кого привлечь к ответственности, поэтому отказываем. То есть у нас сейчас достаточный аргумент для отказа в возбуждении уголовного дела – это не я, по любому поводу, понимаешь, просто говоришь, это не я, и это работает. Ну, видимо, да. Классно. Да, сидит добрый шериф и говорит, ну, окей, я тебе верю, ты молодец, ты классный парень, я тебя давно знаю. Я предлагаю немножечко, наверное, о хорошем поговорить, то нас периодически обвиняют, что мы видим вокруг только негатив. Ну, если такая жизнь, что же делать? Ну, есть, есть позитивные моменты. Мне, например, очень нравится то, что в технопарке начали проходить научные школы вот такого всероссийского масштаба под эгидой вот этого научного центра физики и математики. Это очень классно, потому что молодые ученые со всей страны, они приехали, они обменивались опытом, слушали лекции. Это классно, это первая такая школа, и до конца года их, по-моему, еще три планируется. На самом деле я вот привыкший к таким мероприятиям, и достаточно много их вне проводят по своим тематическим направлениям. Но надо сказать, что для меня технопарк, я же как бы давно за ним наблюдаю, в каком-то смысле даже несколько раз какие-то проекты были и так далее, он преобразился просто внезапно. Это классная площадка, там все предусмотрено для этих школ, чтобы ученые жили там в комфортных условиях. Не было. Или полтора даже. Я приехал, я понял, круто, ну просто круто. То есть и внутри круто, и полностью преобразилось пространство, и как-то жизненное пространство самого технопарка преобразилось. Вот может быть действительно требовалось в него вдохнуть вот это вот новое как бы движение, да. Понятно, что технопарк, он как бы и был таким достаточно высокотехнологичным кластером, с одной стороны, там много, на самом деле, компаний, которые занимаются производством и разноучными разработками. Но вот то, что я увидел, да, мне вот казалось вау, то есть это прям островок такого, что-то нового, да, причем даже оно не похоже на Саров. То есть вот это ощущение, что ты вроде бы в Сарове, вроде бы пройдя через забор, да, ты попадаешь из Двеевского района в Саров. Тут тоже есть свои приколы с этим, кстати говоря, связаны. Но вот само пространство классное, действительно, там хочется быть, и его можно и нужно как бы туда привлекать людей, показывать и рассказывать о нем. Действительно классно. Вот, я надеюсь, что мы, конечно, с Алексеем Соловьевым, директором технопарка, сделаем небольшое интервью, может быть, прогулку по самому технопарку, посмотрим по резидентам, посмотрим на инфраструктуру, вам покажем, потому что действительно там... Вот это то, что стоит показывать, и, кажется, то, о чем важно рассказывать, что есть вообще хорошие, классные проекты, и нам, ну, есть чему радоваться. И тут, ты понимаешь, это такая визитная карточка, своеобразная, все-таки, Сарова, как внешняя территория, куда можно приехать. И это визитная карточка, которую, да, могут своими глазами увидеть все желающие, не нужно пропусков, каких-то разрешений для посещения. Не, ну, там есть нюансы с режимом, все-таки это зато, там считается зато. Ага. Туда как-то надо все-таки типа оформляться, вот, но я так понимаю, что там нет никакого пропускного режима, то есть если туда просто приехал, зашел за калитку, ну, типа, никто не... Стрелять по тебе не будут. Да, да, там стрелять не будут, в наручники не закуют, как у нас, например, на КПП бывают такие случаи. Ну, не стреляют, конечно. Вот, но действительно, да, это место, куда давно уже говорили о чем, что привлекать инвесторов, науку, ученых в открытую территорию, которая не связана с непосредственно, там, может быть, с основной деятельностью, да, но где можно заниматься открытыми проектами и фундаментальными научными исследованиями. И сейчас под технопарк отведена, ну, вот, достаточно обширная территория. Технопарк в его текущем состоянии – это процентов 15 от той территории, которая запланирована. Класс. То есть там прямо такой мини-городок должен получиться в итоге. Да, там действительно очень много территорий им предложили, да, и мы забрали ее, где будет действительно создаваться научная база, которая, ну, должна двинуть нас вперед именно с точки зрения фундаментальной науки. Это то, о чем, кстати, Антон Сергеевич говорил перед депутатами ЗАГС Собрания к начальной теме, да, возвращаемся. И их туда тоже повезли именно для того, чтобы показать, смотрите, вот оно, это место, да. Вот у нас тоже есть технопарк, да, там в Нижнем есть технопарк, в Дзержинске есть технопарк, не знаю, есть ли он в Стопо. Тем не менее, да, место классное, то есть там прямо хочется быть. Здорово. Ну, значит, будем ждать твою экскурсию в технопарк. Ну, я надеюсь, да, в сентябре мы запланировали. И наши зрители смогут увидеть все своими глазами, а не просто поверить нам на слово. Ну, я буду стараться, и я прям действительно очень восхищен, впечатлен, и хочется прям по максимуму выложиться, чтобы показать вам это место. Да, я думаю, банально, вы можете просто съездить туда на обед, там есть столовая, кстати, неплохая, вот, и самим посмотреть вокруг. И так, как вы уже с пропусками, дополнительных проверок не нужно, да, будет для жителей Сарова? Да. Отлично. Ну, спасибо за эту беседу, я рада, что в этот раз мы заканчиваем на такой позитивной ноте, наконец-то. Я думаю, что вот эта традиция, она сейчас зародилась, и будет развиваться, и все чаще и чаще мы все-таки будем находить какие-то позитивные темы для обсуждений. Ну, ладно, я тебе обещаю в следующем разу подготовить свою позитивную тему, договорились. Отлично. Буду искать хорошую. С вами увидимся на канале 16, оставайтесь с нами, пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»